Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаю работу в прямом эфире. И два директора Рижской школы у нас сегодня в студии. Директор Рижской 88-й школы Нина Лобода. Добрый день. Здравствуйте. Да, и директор Рижской 46-й средней школы Борис Антонов. Добрый день. Добрый день. Да, ну, на самом деле, многие, может быть, подумают, что вот работа учителя на удалении – это почти отпуск. На самом деле, и с бесед с учителями, и с директорами школ, на самом деле, это работа, фактически, ненормированный рабочий день. И здесь, действительно, тут надо не позавидовать, а как-то пожалеть учителей, ну и, конечно, учеников, которые тоже оказались в такой непривычной ситуации. Может быть, сейчас мы и поговорим о, действительно, проблемах образования, и в том числе в этих условиях пандемии. Нина, вот ваше впечатление от разговора с учителями, вообще, как школа чувствует себя вот в этой условии, когда классы пустые, но только и сам учитель придёт, чтобы через компьютер связаться с учащимися. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? Ну, честно говоря, здесь есть так, и положительные моменты, и отрицательные. С одной стороны, положительные, что учитель, когда связывается конкретно с каким-то учеником, у них идёт, ну, такая беседа между учителем и учеником. Это с одной стороны. Если бы у нас было 8-10 человек у учителя, это был идеальный вариант. Но поскольку у нас школа большая, и каждому учителю приходится общаться где-то 300-400 учеников. И когда учитель встаёт утром и получает 100-120 сообщений и вопросов, естественно, это... Это можно сойти с ума. Можно сойти с ума. И учителя, конечно, перетрудились. Это перегорение, как это сказать, честно говоря, жалко учителю. Выгорание такое происходит. Да, это сгорели учителя. Некоторые пришли сегодня, вот вчера на педсовет, и я вижу люди, ну, как зомби. Они говорят, мы только и делали. Вставали, компьютер, покушали, опять компьютер, и спать. Это вообще-то очень сложно. Потом это новое. Одно дело, когда мы делали видеоуроки, мы делали какие-то конференции, это одно. А когда ты день в день это делаешь, то это, конечно, очень сложно. Очень сложно. Учителю надо подготовиться к уроку. Учителю надо выслушать. Ну, и самое сложное, наверное, это родители. Потому что каждый родитель видит своего сына, свою дочь, и со своими проблемами каждому хочется обратиться именно к учителю. Поскольку все сидят дома, кто-то даже и участвует в образовательном процессе. Абсолютно, абсолютно. А здесь как раз и проблемы возникают. Если папа-мама хорошо знает компьютер, то, ну, проще. Вот, допустим, первый и четвертый класс, там все-таки больше родителей занимались. Конечно. А если папа-мама не знает, то виноват учитель. Как же так? Ребенок не может. А дети, кстати, у меня внук учится во втором классе. В нашей же школе. В нашей школе. Он сам получал задания, сам делал. Так. И потом мама приходила после работы, проверяла, ну, и тогда уже отсылали там где-то, может быть, заставляла его переделать. Но он мог справиться. Значит, я могу только сделать вывод. Если ребенок желает, то проблем нет. Как в вашей школе? Ну, знаете, мы уже провели два педсовета. В переводных классах, в выпускных классах. И я начинал педсоветы с того, что благодарил учителей за их самоотверженный, не побоюсь этого сказать, труд. За то, что они осваивают неизвестный пласт педагогической науки. Это дистанционное обучение. И то, что мало было недовольных родителей, это говорит о том, что все-таки учителя нашли контакт и научились. Здесь, опять-таки, согласен с коллегой, есть и плюсы, и минусы. В этом это приобретен неимоверный опыт этого. И учителя научились, освоили технический компьютер, всю эту технику. Но, с другой стороны, конечно, то, что мы не видим детей, это не очное обучение. Мы не видим их лица, мы не видим их реакцию. И то, что не все ученики вовремя открывали свои компьютеры и реагировали на те задания, которые давал учитель, в этом, конечно, минус. Я в своем опыте могу сказать, что провел три виртуальных лабораторных работы по химии. Где было снято такие ролики на 7-10 минут. Я присылал накануне уроков, у нас по расписанию, как и в большинстве школ, проходили занятия. И присылал эти ролики, они выслушивали рекомендации. А потом за определенное время они должны были заполнить протоколы, так называемые. Ребятам понравилось это. Но там также, как было сказано, участвовали, по-моему, не только ученики, но и семьи в этом. Особенно имеющие отношение к физике, к химии и так далее. Это чувствовал. Хорошо. Вот это очень хороший вопрос. Если мы говорим о социальных науках, как сейчас модно говорить, или вообще… Что же такое? Если мы говорим о социальных науках, или вообще о науках гуманитарных предметов, это понятно. А вот если действительно химия, там где формулы, физика, математика, где в принципе детям зачастую надо объяснять все это. Как с этим быть? Это ведь, наверное, очень тяжело виртуально. Это очень тяжело, и, допустим, вот я с математиками говорила, видеоуроки, только просто даже очень много индивидуальной работы. Потому учитель говорит, что перегрузка была огромная. Кто-то… кому-то понятно сразу. Учитель расписывал до мелочей новую тему. Ну, не все математики у нас. Да, но не все, скажем, как говорит Боря, не все внимательно читали эти объяснения, и не все желали. И тут, конечно, такой нюанс, что ребята сейчас у нас умные, они могли писать. Ой, у меня что-то не открывается, у меня что-то там глючит, я потом перешлю. И могли использовать работу друга. Конечно, тут очень… Помощь друга. Помощь друга, да. Вот, тем не менее, если вот заканчиваю эту тему удаленного обучения, все-таки какие выводы вы же все-таки администратор и директора школы с большим опытом можете сделать по итогам вот этого виртуального обучения? Многие, вот я говорил там с отдельными педагогами, они говорят, ну, может быть, действительно стоит пересмотреть роли и месте учебника в нашей жизни. При всем уважении к книге печатной, мы все-таки из того поколения, что читать, любим книгу, держать в руках. Но, тем не менее, может быть, действительно, когда вот ребенок, не во всех школах есть возможность второй экземпляр иметь, да, школу, когда он тащит этот портфель по 10 килограммов, что даже родителям тяжело поднять. Может быть, действительно, от этого нужно как-то вот отходить? Как вам кажется? Я согласен. Вот этот опыт, который мы сейчас приобрели, он ставит уже на повестку дня вопрос о постепенной замене на электронные средства обучения. И спасибо, что многие порталы нам предоставили свои услуги бесплатно. Возможно, да. И узнали ЛВ, и Лиэл Варнесс. Бесплатно, да. Вот на это время пандемии, как говорится, да. Но после окончания пандемии там, наверное, все-таки уже пойдут какие-то отношения. И поэтому, я знаю, например, эстонский вариант, да, когда практически они от книг отказались, у них все в электронном, там действительно на очень высоком уровне это компьютерное, так сказать, дело. Ну и плюс мы приобрели тот опыт, который в некоторых зарубежных странах, он уже давно существует. И они готовы на случай вот таких чрезвычайных ситуаций, да, значит, перейти с очного на такое заочное. Эстонное, да. Быстро найти необходимую информацию и материал, да. Да, самим детям. Конечно, с помощью учителей, но я должен признать, что вот этот опыт показал о том, что многие дети, особенно мотивированные, они очень быстро перестраивались на это. И здесь действительно мы видели самостоятельное, да, вот отношение к учебе, когда не надо, так сказать, их поводить по этим дебрям наук, а они сами искали информацию. И зачастую они находили более яркие примеры, чем сам учитель, да. Я с этим сталкивался. Да. Мы же говорим сейчас о компетентном подходе, о переводе на новое образование, да. И это как раз вот была определенная проверка, да, насчет готовности. Но я хочу добавить еще то, что мы еще раз убедились в том, что наши учителя – профессионалы высокого класса. И мы их недооцениваем все. И мы их порой недооцениваем. Почему? Потому что как-то вопрос стоит оплаты учителей где-то в стороне. Всегда мы забываем. Все забывают, что учитель, от него идет первое. И забываем, что учитель – это самый главный в жизни ребенка. В семье он главный. А первый учитель, да. И надо отдать должное, что учителя за такой короткий промежуток освоили столько нового. Перестроились. Перестроились. Действительно, это действительно им огромное спасибо. Огромное спасибо. Да, это удивительно. Но, в принципе, если так вот спросить людей на улице, я думаю, что большинство, наверное, своего первого учителя вспомнит. Хотя сколько лет бы не прошло. Да, первого помнит. Первого помнит, да. И это, конечно, очень важно. Вот вы уже упомянули об этом компетенциальном подходе. Ну, вот тоже интересно, что тут и родители разделились. Потому что был такой стереотип или такая информация прошла. Ну, вот теперь будет компетенциальный подход. Наконец-то исчезнут домашние задания. Но самое интересное, что вопреки каким-то мнениям, часть родителей как раз говорят, а как это вообще без домашних заданий? Примерно, как можно без домашних заданий учить иностранные языки? Ну, или даже вот для школы у нас уменьшились в латышский язык. Ну, как? Да, если ты слова не учишь, ну, чудес не бывает. Ты не можешь знать язык, если ты просто элементарно не знаешь слова. Да. Вы знаете, у меня такой пример один есть. Мы участвовали в одном проекте, и в прошлом году очень многие наши дети побывали очень много за рубежом. Это Испания, Италия. Такой обмен, да? И когда, вот конкретный пример, когда у нас иногда родители действительно говорят, а зачем домашние задания, а зачем учить? Я была с детьми в Испании, и мы, естественно, проходили, посмотрели очень многие уроки и пришли на урок английского языка. И учительница, ну, с ней были знакомы до этого, она мне говорит, ты посмотри, как мои дети говорят. И в седьмом классе ребёнок говорил, я живу в Испании, меня зовут и так далее. И я так посмотрела и думаю, наши дети в седьмом классе, извините, проекты пишут на английском языке, и наши дети намного больше, я не хочу сказать, что там идеальные какие-то, средний ребёнок, который со средними знаниями. Но тут и то, что ребёнок получил знания на уроке, потом он их, если закрепил дома, а есть такие дети, которые ещё занимаются дополнительно, естественно, язык у них будет намного лучше. Я спросила учительницы, ну, подождите, а к нам приезжали ребята ваши, прекрасно говорят на английском языке. Так как же тогда? Вот на уроке я, к сожалению, не увидела этого. Да, действительно. А она мне ответила, ну, вы знаете, те родители, которые заинтересованы, они берут дополнительно учителей, и они учат. То есть те, которые обеспечены родителям, себе это могут позволить. Я думаю, вот это… В Испании есть такое, кто приезжал и понимал, что по-английски с ними поговорить, это безнадёжная история совершенно. И поэтому здесь палка о двух концах, тут трудно об этом судить. Я считаю, что со своим опытом, что домашние задания, это не обязательно, они должны быть очень большие. Конечно, порой учителя, вот тут немножко так перестарались, может быть, один-другой, а сдают много. Много не надо, надо чётко продумать задания, но то, что ребёнок должен усвоил на уроке, дома повторить. Вот если мы говорим об учителях, ну, это уже такая проблема, не знаю, застарелая, даже вечная, что все директоры школ всегда жаловались туда. Мужчин, учителей у меня очень мало, да, вот так идут десятилетия, ничего, по-моему, не изменилось в этом плане, да? Нет, нет, так и осталось. И это тоже сигнал тому, какие зарплаты, да? Это показатель, показатель. Конечно, состав центровых школ немножко другой, да? Ну, там может быть чуточку больше, но тоже не большинство. А перестанины нет, немного, но тем не менее, да? Но в основном женщины, в основном. У меня было время, когда училось 1250 детей, да? То есть, фактически весь свет был в рабстве, да? И было 105 учителей, да? Но даже в то время их было всего 5 в школе, да, включая меня. Мужчин. Да, и сейчас примерно тоже, хотя детей уже почти что в 2 раза меньше, да, у учителей-мужчин осталось примерно столько же, да? То есть, директор, учитель физкультуры, да? Ничего не меняется, да. Как обычно, известная комбинация. Трудовик, да. Иногда компьютерщик. Ну, я думаю, что это не только проблема мужчин, да, но и проблема вообще подготовки кадров, да? Потому что не секрет, что наш средний возраст педагога в школах большой, повышается, не будем говорить статистически, да? Но проблема подготовки кадров лежит на наших плечах, да, директоров. К сожалению, да? Хотя этим политополитикой должна заниматься, мы считаем, государство, да? Но у нас свобода выбора после получения диплома, она играет не очень позитивную роль. Это, кстати, очень хорошее замечание, вы предварили фактически мой вопрос. А ведь действительно, вот так если посмотреть, ну, все время есть этот педагогический факультет, люди учатся, заканчивают, получают диплом и до школы не доходят. Не доходят. У меня в школе очень, ну, последние годы меньше, раньше проходили практику студенты педагогического факультета. Я была очень заинтересована в этом, потому что, допустим, учителя латышского языка, которые обучались на факультете, они приходили в школу, и я могла выбрать из этих же студентов будущего учителя. Сейчас их меньше, они уже и не поступают. Я в прошлом году, когда мне нужен был учитель химии, искала, у меня просто девочка-учитель молодая ушла в декрет, я заменить, я не могла, я не могла найти замену. И решила обратиться на факультет, и я узнала, что там училось только три человека. Три человека? Три. По-моему, было сообщение, по-моему, что в физике будущее закончили два человека в прошлом году. В республике. В республике. В республике, да. Привемся буквально пару минут, короткий перерыв, и не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, еще раз добрый день, продолжаем работу прямого эфира. Вот мы действительно говорим об этом уникальном таком опыте, вот такого дистанционного обучения, говорим, конечно, о подготовке кадров. Но вообще, в принципе, вот молодежь все-таки приходит в школу, хотя бы несколько учителей каких-то молодых, может быть, из тех, которые когда-то учились в вашей школе? Да, это, конечно, очень хорошо. У меня, например, пришли три учителя английского языка, наши бывшие ученики. У меня пришли два учителя музыки, наши бывшие ученики. У нас школа с музыкальным уклоном, и те, которые учились у нас, заканчивали девятый класс как будущие музыканты, они затем получили образование и вернулись в школу. Ну, еще некоторые, это, конечно, прекрасно. Это, во-первых, они знают свою школу. Во-вторых, они уже специалисты, действительно, профессионалы. И если бы таких было много, было бы прекрасно. У меня аналогичный пример, но у меня еще уникальный. Пришло в один год после окончания вузов три ученицы из одного класса, преподаватели английского языка, начальных классов. Из одного класса. И истории из одного класса. Чудеса. Да, и вот все стали со временем, стали очень хорошими учителями, классами-руководителями, уже подошли к выпуску своих первых выпусков из школы, что говорит об их становлении. Но таких примеров, к сожалению, не очень много. Не много, не много. А есть возможности повышать квалификацию тоже, пока учитель учится? Да, есть какие-то возможности? Конечно, да, конечно. Или только за свой счет, условно говоря? Ну, только, к сожалению, за свой счет. Ну, вот я повторяю то, что коллега сказала. У меня за последние четыре года прошло 12 человек в педагогическую практику. Учителя разных специалистов. 12 человек, да. 12 человек. Немало. Из них только два связали свою судьбу со школой, да. А многие заявляли, не скрывая, что это им нужен как диплом, как старт для будущей карьеры. И не все из них даже связывали свое будущее, к сожалению, с Латвией. С Латвией, да. Даже так, да. Не, ну, когда приходят молодые специалисты, как они всегда считают молодой, ну, значит, у него нет опыта, там проблемы будут. Дети не будут слушаться, нет авторитета. Да, дети не будут слушаться и так далее. Вот сейчас у меня учительница химии, она закончила школу пять лет назад у нас. Причем она получила образование сначала как химика, потом она поступила в педагогический факультет, два года обучалась. Теперь она поступила в магистратуру. Девочка, которая хочет, и самое интересное, маленькая, молоденькая девочка, она ставит любого двенадцатиклассника. Они ее слушают, они ее уважают, и у нее есть вот эта жилка учительская, она умеет, она может. Это талант. Это талант, вот хотел сказать, это талант, это не каждому дано. Но есть люди, которые пришли, вот правильно коллега говорит, пришли, посидели, нет, я никогда в школу не пойду. Зачем я буду заработать за копейки? Зачем я должна выслушивать претензии родителей? Ведь учителям работать очень сложно, очень. Здесь не только дело в деньгах, здесь и морально очень сложно. Ты должен выслушать. И нервная работа. Да, и нервная. Ты должен, вот у меня тысяча четыреста почти учеников, посчитайте, это сто пять учителей. Четыреста, много. Да, очень много. Это бабушек и дедушек сколько, это сколько мам и пап. И прикиньте, если каждый учитель захочет хотя бы раз в неделю зайти к директору, сколько директор должен времени иметь, чтобы принять? Сколько директор должен выслушать, если пришел каждый родитель? А ученики, это довольно сложно. И ты должен с каждым пообщаться, ты должен каждому улыбнуться, ты должен решить проблему. Кстати, они же не просто так приходят побалдать. Да, они не пришли с какой-то определенной проблемой. И сложно, очень сложно. Поэтому молодые, те, которые не заинтересованы работать в школе, им это, конечно, никогда так научить и заставить нельзя. Да, вот интересно, что школа ведь это, конечно, в первую очередь люди, ученики, учителя, родители. Понятно, но еще и очень важны вот эти комфортные условия. Я почему спрашиваю, поскольку сейчас у нас неочередные выборы на носу 29 августа. И, конечно, в Риге, наверное, от этой местной власти очень многое зависит от того, потому что школа-то у нас здание по большей части 30-40, больше лет они нуждаются в постоянном каком-то уходе. Как у вас взаимоотношения складывались, к примеру, с Рижской думой? И вот, может быть, несколько слов скажите. Ну, я должен сказать, что сейчас мы чувствуем реально некоторые, скажем так, безвластие. Безвласть. Да, три чиновника. Когда три человека решают все вопросы, да, возможно, что было бы более положительное, мы и легче перенесли бы вот эту пандемию, если работала бы Дума в полном составе, и, так сказать, много специалистов решали бы эти вопросы. Ну, а то, что здания действительно уже очень большие, солидные, стаж, но, должен сказать, что за последние вот два созыва Рижской думы, да, сделано во много крат больше, чем до этого, с момента получения независимости. Поэтому заслуги вот этих партий, которые находились в коалиции и у власти в городе Риге, их заслуги просто неоценимы, да, и с партией Согласия, и с ГОЦКОЛПОТ Рига, да. И я знаю много примеров, когда они такие сделали, выполнили такие реновационные работы. У себя, могу сказать, утеплили полностью школу и крышу. У вас же тоже здание старенькое, да. 50 лет мы исполнили здание 3 года назад, да. Такое типовое школьное здание. Да, да, типовое, литовский такой проект. Литовский проект, да. Спортивную площадку построили, да. В Весмогрависе у нас шикарный спортивный комплекс построили, поскольку при школах были такие, ну, не очень невзрачные такие условия. Поэтому это вот благодаря заслугам и департамента недвижимости, да, и департамент образования в этом тоже участвовал, да. Как пример могу сказать, что в школе в нашей, да, сформированы две очень серьезные лаборатории, да, благодаря спонсорской помощи и также имущественному департаменту, да. Что некоторые коллеги, бывая в гостях, завидуют, что такие они видели только лишь в ВОЗах. У нас тоже отдать должность, что и крыша отремонтирована, и школа утеплена, и окна поменены. И это все было сделано очень четко, быстро. И вот я уже больше 20 лет работаю директором. Хочу сказать, что, в принципе, средства были выделены за эти годы намного больше, чем за те, допустим, 15 лет предыдущие. На школы вообще никто не обращал внимания. А сейчас как-то... И сады тоже, сколько садов ремонтированы, модернизированы. Да, да, да. А сейчас как-то стали смотреть в нашу сторону, хотя бы это. Но в школах действительно еще и полы проваливаются, и двери подвижены. То есть есть, что ремонтировать, да? Есть, что ремонтировать, и, конечно, средства нужны большие. Новые школы не строят. Ну, сейчас, конечно, то, что многие будут потихонечку закрываться, детей становится все меньше и меньше. Вот, коллега говорит, 1200 было, да, в начале. У меня было 2500. 2500. Это сейчас звучит фантастически. Сейчас несколько школ, и столько не наберешь, да? А сейчас половина от того, что было тогда. И мы в две смены работали, даже где-то можно было считать три, потому что там по часам расписано было расписание. И в субботу даже уроки проходили. И в субботу, да, да. И работать было сложно. И сейчас, конечно, ситуация немножко изменилась, и в плане, что, допустим, помещения стали больше. Можно сказать однозначно, что школы и сады Риги преобразились. Преобразились. Да, еще последние 10 лет, да? Они стали красивые. Видно, что это школа. В районе едешь, видно, что школа. Она отремонтирована. Раньше было стыдно подходить к школе. И это, кстати говоря, очень важно, потому что, ну, это иногда определяется, определяющие останутся. Вот пойдут дети именно в эту школу, не пойдут. Естественно, естественно, да. Да, вот как раз о школе. Будем надеяться, что все-таки в сентябре школьники увидят школу, своих друзей, учителей. И вот что касается первоклассников, какая у вас ситуация? Я так понимаю, что, видимо, вы набор тоже делали в электронном виде, да? Да, да, конечно. На удалении. У нас немножко ситуация, наверное, отличается, поскольку у нас большая школа, и к нам записываются уже за два года и стоят в очереди. У нас записались 175 человек, а принять, в принципе, мы можем 120. И вот тут уже начинается проблема. Но одна из проблем, не то, что записались много, а то, что родители записываются в 2, в 3, а в 2, в 4 школы. И мы даже иногда до последнего не знаем, куда он пойдет. То есть на всякий случай, да? Да, и когда родителю звоним, ну, вы определитесь, а я имею право там до 28-го еще ждать. Я имею право выбрать? Да, он имеет право. Но в какой ситуации находимся мы? Вот, допустим, у нас в нашем таком микрорайоне три больших школы, и они записаны во все три. Но у нас такой хороший контакт с директорами, и мы перезваниваемся и говорим, ну, там, допустим, Петю я беру, Сашу ты берешь. Ну, как-то распределяем. Но, честно говоря, здесь тоже что-то надо менять, потому что система непродуманная. Вот сейчас говорят о том, что больше не будет такого, что дети могут прийти из другого района, они обязаны принять вот именно в том районе, который проживает. Мы, конечно, по той очереди, которая у нас есть, в первую очередь, у своих детей, которые в нашем микрорайоне. Это понятно, да. Но к нам идут и со всего города, и тогда, конечно, очень сложно. Ну, я так понимаю, что у вас тоже набор будет, да? Набор, да, два класса мы набираем. Вы, наверное, четыре, да? Четыре, да. Два класса, но вот сталкиваюсь в последние дни, что начинаются отказы, да, и те, что я все-таки определился. Прошу вычеркнуть из списка претендентов, да, Ну, хотя бы хорошо, что хоть заранее информируют, в сентябре, да. Ну, мы должны это сделать до начала июня, в начале июня. Под 8-го уже все, да. Мы должны издать приказ, да, зачисление в первый класс. Ну, с другой стороны, некоторые ребята, наоборот, приходят, неожиданно записываются к нам. То есть, разное. Это все, как говорится, рабочие. Ну, человек в целом 25-30 у вас будет в классе, да? Ну, да, где-то 23-25 человек, примерно такой состав. Хотя у нас микрорайон очень сейчас стал небольшим, да, предприятия в Весмогрависе практически нет, да, как таковых. Население взрослеет, да, уезжает, к сожалению, за пределы, не только микрорайона, но и Латвии, да. И поэтому детей не особенно не прибавляется. Все три школы Весмогрависа, вот, были примерно по 1200 человек, да, сейчас эта цифра уменьшилась в 2-3 раза. В 2-3 раза. У нас еще проблема, конечно, шестилетки, потому что, видите, с одной стороны мы можем принять ребенка, которому исполнилось 6 лет, там, условия в течение одного учебного года. А с другой стороны, я должна обеспечить, в первую очередь, те, кому уже 7 лет. И вот эти шестилетки порой стоят в очереди, ждут, а вдруг кто-то откажется, а вдруг вот я смогу занять. Это вот… Такой интересный момент, хотя, я думаю, здесь тоже вопрос полный, нужно ли обязательно в 6 лет идти в… Да, я не знаю. Кто-то готов, а кто-то не готов, да. Ну и потом здесь очень сложно. Здесь все-таки как-то всегда мы смотрим на то, что медицинские показатели. Потому что ребенок, мама обычно говорит, он читает, он пишет, все это прекрасно. Но ребенок по своему возрасту не соответствует. И это проявляется только во втором полугодии. Вот он посидел полгода, он начинает уставать, он не может выполнить все задания. Вроде бы он готов был, да. А тут начинаются эти проблемы. Все-таки это уроки, там нужно 4-4 часа отсидеть, да. Он должен отсидеть, он устает. Физически он не готов. Не от того, что он там умеет и читать, и читать. Он сам физически не готов. Да, да, да. Ну проблема еще в том, что, например, у нас в школе много лет идет так называемая школа развития, на бесплатных условиях, да. Родители, детей, которые живут рядом со школой, они посещают, дети этих родителей посещают школу. Ну а потом, когда уже идти в первый класс, они нам говорят спасибо, значит, и, так сказать, уходят в другую школу, да. Второе, вот на этой неделе буквально сталкиваясь с тем, что вот уже претендентом я его принял в первый класс, да, а родители пишут заявление, просим перенести зачисление в школу на следующий год. Вот мы считаем, что наш ребенок еще не совсем готов. Ну, приходится, так сказать, тоже это учить. Да, у вас тоже такие же есть ситуации, да, такая же. Да, вот, может быть, такой вопрос еще хотелось задать. Вот, наверное, это очень важный вопрос для всех школ, которые реализуют программу нацменьшинств. Это билингвальное обучение, вот пропорции все время увеличиваются у латышского языка. Как удается справиться, особенно сейчас на удаленке, потому что, ну, мы знаем, что в школе, когда это все было в нормальном режиме, дети использовали на двух языках и учебники, еще были это дабы, бурдницы и так далее. Вот как вы входите в этот процесс непростой? Я скажу, что скоро мы эту проблему вообще решим кардинально, да? Да. То есть такое, как билингвальное образование, канет в лету. Больше не будет. Ну, с учетом того, что с этого года в средней школе преподавание обучения переходит на государственный язык, да? В течение двух лет вся средняя школа… Количество процентов увеличивается. Нет, вся средняя школа за два года перейдет на государственный язык обучения. Это решение, так сказать, правительства и нашего уважаемого министерства, да? В седьмых, девятых классах 80 на 20 процентов, и там только на родном языке мазы, кумтаут и бувалу, да, и литература, да? А в первых шестых классах там 50 на 50. И мы помимо русского языка и литературы можем туда только один какой-нибудь предмет типа математики, да, внести, а остальное все будет преподавание уже с первого класса по многим предметам вести на латышском языке. Причем не по билингвальной методике, а этот предмет будет считаться на латышском языке. И поэтому проблема, мы видим, что в ближайшем будущем в школах будет немало. Ну, то есть по существу речь идет о сворачивании образования на языках. Именно. И в первую очередь из-за кадровых проблем. Да, кадры первые. Это действительно кадры решают все. Я бы хотел добавить, что мы во многом решили бы эти кадры и вопросы, если бы как в старые предшествующие годы молодые специалисты, получив диплом, все-таки за государственный счет могли бы и обязаны были бы отработать год-два в школах, в учебных заведениях. Глядишь, и по мнению коллег, что процент было бы не 10-20, как сейчас такая статистика, да, выпускников педагогической специальности идут по диплому, да, ну, может быть, процентов 30-40 был бы. И мы бы немножко легче решали бы эти проблемы. Но было у нас еще предложение как-то пару лет назад о том, что выделить какие-то квартиры, которые могли бы, допустим, использовать учителя. Учителя. Были такие, да. Такой, да, было такое предложение. Я помню, это жилищская дума, это было, да, да. Это с подачей жилищской думы, но оно затихло, и, к сожалению, этот вопрос абсолютно не решается. Но, с другой стороны, есть второе мнение, если учителя было бы зарплата выше, и он смог бы оплатить арендованную квартиру, то это было бы тоже решение проблемы. А то и не так, и не так, да. Допустим, да, у Гопилс. Мне очень нравится, когда приходят с той стороны учителя. Они мотивированы все, они желающие работать. И, конечно, они пришли бы, если была бы зарплата, и он бы мог арендовать квартиру, и у него оставались деньги бы на жизнь, и проблемы не было бы. К сожалению, ни один, ни второй вопрос не решается. Да. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки каким-то образом это все решится. Вот все-таки так, подытоживая наш разговор, вот это, если мы говорим о компетентности в подходе, это действительно нужная реформа, или уже по существу школы и так, уже постепенно, и без этих указаний уже меняли методики учителя и так далее, и так далее? Ну, это уже когда-то было, мы, в общем-то, все равно так и работали. Может быть, немножко что-то новое, но, в принципе, мне кажется, особо ничего. Я бы хотел просто такой пример привести, вот, коллега рассказывает, про Испанию, да. Мои ученики с учителем английского были в летних лагерях по-английскому, в Сокословакии и в Нидерландах, и оттуда, там тоже происходил обмен, так сказать, мнениями, знаниями, и когда проходили всякие там КВНы, какие-то конкурсы, да, эрудиция, то наши дети показывают такие знания, что иностранцы, откуда вы это знаете? Да, это то есть. Что вы более компетентны, может, про Францию и Нидерланды, чем сами местные ученики рассказывают. Ну, мы даём такие основные глубокие знания. Стабильные знания. И они поражались вот знанием эрудиции. Это, как раз говорит, компетенция, да? Да. Причём не узкая такая компетенция, да? А в таком широком, так говорится, плане. Так что есть и в этом свои преимущества, да? Да, и потом ещё, вот, допустим, наша школа с музыкальным уклоном. И когда к нам приезжали дети из разных стран, мы им давали концерт. И я запомнила, когда представители Турции подошли ко мне и говорят, Нина, ты приглашала специалистов, это актёры? Я говорю, да нет, это наши дети. Да не может быть, такой уровень профессиональный. То есть это даже не художественная самодеятельность? Да, они были удивлены, что настолько высокий профессиональный уровень у наших детей. И когда мы поехали в Турцию, он сразу подошёл ко мне и говорит, Ты извини, такого уровня у нас нет. Не увидите. Так он и сказал, да? Да, так, ну откровенно. Да. Я бы сказал, что время покажет, правильно ли мы пойдём. Мы говорим, если говорили о билингвальном образовании, там всё-таки было правильно поставлены, ну скажем таки, точки. Было обучение проведено, потом мы опробировали, потом мы учились. Это прошло много лет. Да. И в конечном счёте люди научились и стали использовать. Даже те учителя, которые абсолютно не знали латушеского языка, они потихонечку втянулись в это. А здесь, к сожалению, сразу, ну с плеча, когда рубят, оно не всегда хорошо. Тем более в такой сфере чувствительной, как образование. Да, именно в такой сфере. Я бы добавил, что плоды мы с вами узнаем в 30-31 году, когда первоклассники пройдут весь цикл вот этого компенсации. Кстати говоря, да, обучение, 12 лет, а нет, сейчас, когда ученики уже отучились по 8-10 лет по старым методикам. Да, сейчас понять-то очень нельзя. Только тогда. А вот в 30-31 году мы увидим как раз. Мы увидим результаты вот этих первых классников, которые в этом году начали. И будет ясно, кто прав. Да. А билингвальная тоже ведь сразу не принималась. Тоже были различные проблемы. Но потихоньку, и мне нравится то, что там не было такой, ну вот, очень резкого перехода. Всё это как-то... Постепенно. Постепенно было. Да. Спасибо большое. Вот так у нас постепенно тоже время эфира подошло к концу. Большое спасибо. Большое спасибо. 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 Спасибо.